Жители дома номер 24 на советской армии в буквальном смысле бьют тревогу. В четвертом подъезде расположилось питейное заведение непонятной категории. Табличку к приезду нашей съемочной группы предусмотрительно убрали. Из информации о предприятии лишь график работы с 7 утра до 10 вечера. Питейное заведение, согласно решению губернатора Олега Ивановича Ковалева от 30 августа этого года, говорит о том, что в многоквартирных домах не должно быть никаких питейных заведений. Ходят, извините меня, свою нужду справляют на стены под деревья. Наш дом, рядом дом, кругом дом и все только идут и говорят, когда закроется эта помойка. Мимо пивнушки ежедневно ходят молодые мамы, ведут малышей в детские сады и школы. Уже с утра их своим перегаром встречают завсегдаты местного ресторана. Мало того, складывается ощущение, будто именно в этом районе школ и садов в разы меньше, чем пивных забегаловок. В летнее время на нашей площадке, которую мы привели в хорошее состояние с помощью ЖО-16, здесь сидят, курят, пьют, вино продолжают. 23 часа закрывалось, сейчас они сместились с 7 часов до 22 часов. И ладно бы вели себя нормально, но как совершенно пьяный, с позволения сказать, человек не будет громко матерясь, дебоширить и шуметь. Вместе с обеспокоенными соседями мы отправились в столь разрекламированное заведение посмотреть, оценить обстановку и, возможно, попить кофе. Но нет, находиться там было просто невозможно. Запах перегара в перемешку с потом пропитали стены кафешки настолько, что скоро просочатся в соседнюю с ней квартиру. Ни администратора, ни посетителей в заведении само собой не оказалось. Что ж, предупрежден, значит вооружен. Зато внутри нас ждал еще один сюрприз. Игровой автомат, банально замаскированный под лотерейный. Ну что тут еще сказать? С кого спросить? С участкового? Чем закончатся однажды очередные посиделки, одному богу известно. Четыре года назад, по словам местных жителей, в этом самом кафе уже убили девушку-продавца. И если это не дало никакого административного резонанса, то тут дело ясное, что дело это темное.